Беларусь 4 Гомель начнет турнир поединком против БГК-2. В Гомель команды приедут в мае. С 17 по 19 число в нашем областном центре пройдет заключительный четвертый тур. В Могилеве прошел открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Команда Гомельской с Дюшер номер 4 в общем зачете соревнований заняла второе место, уступив только соперникам из Минска. Денис Санувонг стал победителем турнира в упражнениях на брусьях и вольных упражнениях. В состязаниях юниоров Вадим Скобов стал вторым в упражнениях на перекладине. Также у него в активе две бронзы в упражнениях на коне махи и в вольных упражнениях. Павел Якубов стал обладателем двух серебряных медалей в упражнениях на кольцах и брусьях. А Данила Григорчук показал второй результат в упражнении на коне махи. В Гомеле проходит международный турнир Европейской теннисной федерации «Спартак Кап». За победу на кортах областного центра Олимпийского резерва по теннису сражаются более 60 юных теннисистов из восьми стран. Возраст спортсменов от 10 до 12 лет. Сильнейших определяют в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек. В Гомеле рейтинговых международных турниров такого уровня не проводили уже давно. Конкуренция на «Спартак Кап» на высоком уровне среди участников члены сборных команд своих стран. Сборная Белоруссии играет, которая до 12 лет входит в сборную. Я думаю, есть и россияне, и украинцы тоже, которые здесь принимают участие, входят в состав команд своих. За победой и рейтинговыми очками на «Спартак Кап» приехали спортсмены из Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши и Турции. Представительница Казахстана Зара Даркин теннисом занимается уже 6 лет, правда международного опыта пока немного. Гомельский турнир второй в ее выездной карьере. На «Спартак Кап» теннисистка стартовала с победы. Играла с девочкой, с россиянкой Пестеровой Екатериной. Она хорошо играет, у нас была борьба, но я оказалась сильнее. Турнир хороший, много опыта будет. В основную сетку турнира «Спартак Кап» пробились и гомельчане. За победу борются Владислава Фомина, Владислава Лапицкая, Олеся Трошко и Станислав Бульбенков. Финальные поединки состоятся 23 февраля. В Гомеле прошла матчевая встреча в рамках юношеской лиги бокса. На турнире сражались по 13 спортсменов от нашей области и города Минска. Победителем встречи стала команда нашего региона со счетом 13-8. В Беларуси такой формат соревнований по боксу появился впервые. Его цель в том, чтобы дети школьного возраста повышали уровень своей подготовки и набирались опыта. За звание лучшего будут бороться команды, которые набрали большее количество очков. Гомельчане участвовали уже в четырех турнирах юношеской лиги бокса. В марте им предстоят встречи с командами Гродненского и Могилевского регионов. Полуфиналы лиги бокса пройдут в апреле. Финал в мае. Количество побед в команде уже влияет на конечный результат. Поэтому накал страстей, эмоций, ну и плюс командный дух. Подготовка идет. Мы видим, что движение вперед есть. Надеемся, что у нас появятся имена. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.